Итак, Хион против Пауэр Стурбо, мастер духов против мастера кунг-фу. Сразу контратаку, красиво на Х подставляет КФМ, пытается подбросить Хион, а Хион включает покров духов, КФМ дает стяжку и выбивает таб-эскейп из Варлока. Варлок ставит круг защиты, вызывает демона и идет на сближение. КФМ пока побеждает, он красиво сыграл опенинг и сейчас четырехударником врывается, подбрасывает Хион, а красиво играет Пауэр Стурбо, пока без ошибок. И пытка, и таймит, таймит кувырок, красивейше сыграно со стороны КФМа. У Варлока есть еще смена с Пэтом, и у него есть таб-эскейп, это часы. Теперь КФМ нужно сейвиться, именно это делает. КФМ играет как по учебнику, все очень четко и практически без ошибок, разве что мелкие, и то они не критичны. КФМ держит Сарянов с Пэтом, чтобы иметь возможность в улице. Удар дракона, подброс сразу же по Хиону, и Хион вполне может проиграть. Лавина, пытка, и Хион отдает таб-эскейп. КФМ подставляет контратаку, пытается триплетом пробить, но здесь уже покров духа в инвулы, и КФМ снова сбивает инвулы, и Пэт, новый Пэт у Варлока. У Варлока 15% ХП, ему вообще нельзя ловить. Вот, подброшен КФМ, первая ошибка, и минус пол ХП у КФМа. На второй ошибке он, скорее всего, погибнет. Круг защиты у Мастера Духов, и ему тоже нельзя впитывать урон, поскольку у него всего 20%. Если он поймает один молот и подброс, то он тоже проиграет. И у КФМа молот, скорее всего, уже перезарядился удар дракона. Тайминг кувырка, и КФМу опасно, очень опасно. Таб-эскейпа нет, и 19% ХП. 19% ХП идет на сближение, снова КФМ пытается сбить инвулы. Инвулится кьюшкой, включает лед. И вот он подброс по Хиону, но Хион уже сумел отхилиться. Сумел отхилиться, кувырок, и тайминг. Отлично, КФМ побеждает. Завершение РКМ приносит первое очко команде свап Блесс РНЖ. Это было красиво, счет 4-1.